Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня я вам покажу свою игру, которую я давненько играл, потом устал, забросил её, и сейчас опять в неё зашёл. Называется она Герои Чардж. Ну что же, была причина у меня в неё зайти, потому что я как-то зашёл... Так, сейчас подождите, дайте вспомнить, куда я зашёл. В чемпионат, если не ошибаюсь. Нет, ошибаюсь, ребята. Я, значит, ну не в компанию, это однозначно. Скорее всего, это было дело у нас на арене, да. Пошёл я на Гранд-арену, глянуть, что там и почём. И увидел такой вот эпизод, ребята. Видите, тут доступные награды, вот такие вот монетки можно обменивать на героев. Вот. И когда я после долгого перерыва сюда зашёл, я увидел, что у меня их 300 тысяч, ребята. 300 тысяч монет. Можете себе представить, что я здесь могу купить. Практически всех вот этих вот бойцов. Я не говорю, что это суперэлитные или там ещё какие-то, но тем не менее у меня не было практически всех. Вот была Королева Скорпионов и Маг Смерти. Остальных не было. Так что, я это сделал. И сегодня мы с вами будем их открывать и смотреть. Так что, ребята, мне самому интересно, что это за герои. Ну что же, давайте приступим. Склеповый монстр. Да. Сколько? 50 тысяч монет? Хорошо. Вот он какой. Двухзвёздочный у нас. Ё-моё. Да-да-да. Так, потом мы, ребята, посмотрим, какие у них... Хотя можно, наверное, и сейчас это глянуть, в принципе-то. Давайте посмотрим, какие там обилки у них, скиллы. Так, где бы мне его найти? Склеповый монстр. Наверное, он в самом низу. Да, вот он. Могу его повысить, но пока не буду. Шипы. Аллен призывает шипы, появляющиеся из-под земли по прямой линии вражеских бойцов. Подбрасывает в воздух, затем оглушает. Падая, они получают урон. Слушайте, неплохо. Сжигание энергии. Аллен сжигает энергию врага с самым высоким интеллектом и наносит ему урон. Вот, это замечательно против магов. Так, щит с шипами. Аллен увеличивает параметр своей брони и возвращает ближайшим врагам часть полученного урона. Слушайте, тоже неплохо. Возвращение урона врагам. Месть. Аллен становится невидимым и быстро перемещается к цели, от которой недавно получил урон, нанося ей ответный урон. Ха-ха. Понятно. В общем, это у нас склеповый монстр был. Давайте дальше смотреть, кто у нас там будет следующий. Грозовой зверь. Посмотрим. Ой, подожди, какое? Конечно же, соглашаемся. Ну, что тут еще? Ё-моё, это какая-то у нас пантера. Шал. Хо-хоу. Прикольно смотрится. Ё-моё, вот все время только раздражает, что надо в самый низ спускаться, потому что они, как новички, только призванные, не раскачанные. Они находятся у меня в самом низу. Так, давайте-ка глянем. Ярость богов. Шал. Подожди-ка. Подожди-подожди. Шал призывает грозы поражать случайных врагов. Каждый следующий удар добавляет урон. Шаровая молния. Короче, этот монстр у нас, я так понимаю, с грозой что-то связано. Да и видно, что вокруг него какое-то электричество ходит. Так, шал выпускает. Да что ты будешь делать? Шаровую молнию и наносит длительный урон по площади. Грозовая поступь. Круг у молнии бьет по земле, нанося урон и оглушая врагов. Тоже неплохо, кстати. И благословение грозы. Получив благословение грозы, шал может частично игнорировать вражеское сопротивление магии. Ага, вот так вот. Ну, в принципе, неплохо. Ну, не знаю, как он в бою. Тут же много все зависит от защиты, от атаки. Может быть, он и бьет магии, а сам по себе лопух. Гладиаторша, давайте глянем. Оу. Неплохо смотрится. Валькирия. Так, я понимаю, что это, скорее всего, ребята, у нас будет танк. Хотя, давайте мы сделаем с вами... Сразу откроем. Королева пауков. Да, призываем. Ё-моё, Синди. Так, мастер пустоты у нас идет следующий. Вау. Это что ли какой-то робот, не робот, непонятно. Сагаси. Слушайте, напоминает мне мага. Робота-мага. Ладно, глянем. Грифон. Грифона, ребята, я видел. Двести... Сколько? Двести тысяч? Три звезды у него. Да, у него очень хорошая такая билочка есть, ребята. Он летит над врагами и сбрасывает бомбы. На арене меня вот с таким вот чувачком рвали. Так, следующий у нас будет Властелин Бури. Ну, этого чувачка я тоже видел. Для меня это не новенький. Он выпускает ураганы. Какой-то типа Джина. Властелин Бури Кларк. Ясно. И остался у нас Древний Защитник. Я его, кстати, тоже видел в боях. Это такой Энд. Деревянный, видите? Древний Защитник. Рут. Грут, ё-моё. Вот. Ну, я бы не сказал, что он мощный там. Или у него есть какие-то там обилочки вызывающие. Ну, такой. И Морозный Дракон. По-моему, тоже видел, если не ошибаюсь. Алоэс. Ну, точно вам сказать не могу. Потому что давно я играл. Может быть, уже что-то и подзабыл. Меня в данный момент интересует, наверное, два или три персонажа. Это вот в данный момент Королева Пауков. Что она из себя представляет? Навыки. Голод. Тип базовой атаки. Синди меняет на ближнюю атаку. Увеличивается урон, максимальное ОЖ и эффект кражи жизни. То есть, у неё есть вампиризм, я так понимаю. Паразитизм. Синди подсаживает своего детёныша во вражеского героя, нанося урон. И если цель, находясь под этим воздействием, погибает, паучата вылупляются. Вот даже как. Вращение паутины. Синди вращает паутину и запутывает от одного до пяти врагов. Оу, вот это хорошо. Ядовитая кожа. Ядовитая кожа Синди наносит урон любому врагу, который атакует её физически. Ага. Вот так. Ну, в принципе, как бы неплохо. Интересно, что у нас за гладиаторш такая? Давайте про неё почитаем её навыки. Магический барьер. Валькирия создаёт барьер, который выдерживает часть дистанционного урона и увеличивает сопротивление магии у всего отряда. У всего отряда. Вот даже как. Сопротивление магии. Это хорошо. Это очень полезно, так как магов у нас здесь хоть пруд пруди. Судный клинок. Валькирия бьёт врагов, умчая их урон от атак и магическую защиту. Понятно. Щит храбрости. Валькирия создаёт себе щит, защищающий от получаемого урона. Он также уменьшает получаемый валькирии магический урон и не позволяет отбросить её. То есть её нельзя будет откинуть на задний план и, как говорится, оставить моих юнитов без защиты. Тоже, в принципе, неплохо. И геройская кольчуга. Геройская кольчуга увеличивает броню валькирии. Она также восстанавливает уже валькирии, когда погибает какой-то герой. Ага. За счёт кого-то, значит, мы восстанавливаем себе хп. Ясно. Так, кто у нас тут следующий? Вот. Мастер пустоты. Тоже интересно, что это за чувачок такой. Червоточина. Сагаси создаёт червоточину, которая втягивает вражеских бойцов. Враги, попавшие в червоточину, не могут двигаться, атаковать или использовать заклинания. Ого. Вот это круто. Интересно только знать, на сколько времени. Опять на микросекунды? Сосредоточение. Сагаси сосредотачивает свою силу на цели, чем наносит ей многократный урон и периодически глушает её. Тоже неплохо. Уведание. Сагаси создаёт поле увядания, где враги получают святой урон. Ага. Значит, это... Нет, он всё-таки, по-моему, как робот, а может быть, просто доспехи такие. Но факт в том, что он маг. Сила пустоты. Сагаси увеличивает свой интеллект. Да, это маг 100%, ребята. Но, по ходу дела, боевой. А может быть, поддержка. Интеллектуальный герой заднего ряда, способный контролировать врагов силой пустоты. Да, это, скорее всего, всё-таки, ребят, вспомогательный персонаж. Надо будет его потом проюзать. Ну что, кого мы ещё с вами посмотрим? Вот старый великан у меня тоже появился. Так, что у него здесь? Дух предка. Кевин насылает на врагов духа предка, который проходит сквозь врагов и наносит ему урон. Воссоединяясь с Кевином, дух даёт ему бонус к силе за каждого врага, которому он нанёс урон, до воссоединения с духом. Косните значка героя. Чтобы взорвать духа и нанести магический урон и оглушить врагов на небольшой площади. В этом случае Кевин не получит бонус к силе. Понятно. Либо мы духов поглощаем, либо их взрываем. Тут у нас вот такой выбор. Тяжёлый удар. Кевин бьёт врагов, стоящих перед ним, и наносит физический урон по площади. Землетрясение. Кевин сотрясает землю, нанося физический урон по площади и замедляя врагов. Ну, это не айс, конечно. И закон природы. Кевин уменьшает у ближайших врагов броню и сопротивление к магии. Тоже так себе. Ладно. Грозовой зверь мы читали. Так, морозный дракон. Так, весеннее поле. Алоэ замороживает врага с самым большим ОЖ и принуждает остальных врагов атаковать его. При этом замороженный враг получает дополнительный урон. Угу. Сосулька. Алоэ сбросает сосульку во врага с самым большим ОЖ, нанося сплэш-урон, замедляя ловких врагов. Ага, это против ассасинов и стрелков. Очень даже неплохо. Алоэ заключает союзника, у которого осталось менее 50% максимального ОЖ в ледяной кокон и постепенно лечит его. Кокон блокирует весь физический урон и этот навык не может нацеливаться на союзника, которую нельзя управлять или который использует свой главный навык. Если нет союзника, у которого осталось менее 50% максимального ОЖ, алоэ замораживает врага и наносит ему урон. Ага, вот такой вот специфический, конечно, навык у него. Надо будет как-то это дело посмотреть. И проклятие дракона. Нормальная атака Алоэса уменьшает у цели броню и сопротивление к магии. Понятно. Так себе. Ну, тут еще... Так, властелина буря я не буду смотреть. Древний защитник. Бум. Ладно, его мы тоже не будем смотреть. Грифон. Вот давайте его посмотрим. Армия птиц. Паркер призывает армию птиц, которые налетают на врагов и наносят огромный урон по площади. Вот. Яйца. Паркер откладывает несколько яиц и поражает ими случайных врагов. Если это ледяное яйцо, оно замораживает врага. Если это огненное яйцо, оно наносит урон. Вот так вот. Взмах крыльями. Паркер машет крыльями на впереди стоящих врагов, нанося им урон и отбрасывает их назад. Ага, полезная штука. Особенно если у кого-то нету иммунитета к отбрасыванию назад. Просто сдуваем их и все. И пока они дойдут до переднего плана, маги будут просто уже отдыхать. Парение. Увеличивает вероятность уклонения Паркера. Ну да, он еще мало того, что он летает. По нему могут бить практически только стрелки. Так, у него еще и парение. Так, и стальные крылья. Так, скин Тяжелая Броня позволяет базовой атаке Грифона наносить ближайшим врагам дополнительный урон, зависящий от максимального ОЖ. Так себе. Почему-то самые последние вот эти вот навыки, которые очень тяжело прокачиваются, дают какую-то лабуду. Ну, а также, ребята, это вот у меня кто уже есть. Тут Ниндзя Ассин, Фехтовальщик с Розой, Маг Смерти, Паромщик, Бродячий Копейщик, Природная Буря, Изверг, Рыцарь Смерти, Психопат, Крестовый Рыцарь, Дикарь, Чародейка. Очень много у меня здесь, ребят, персонажей. Очень много нераскачанных, но очень тяжело их качать. Поверьте мне, не все так просто. Очень долго я в свое время ее играл и прокачал вот только вот Феникса, потом Гнома Война. Ну, можно сказать, развил Командос от Королева Проклятий. Это чистой воды, грубо скажем, вампир, который забирает жизни у врага и восстанавливает самому слабенькому нашему герою ХП. Передовой воин, ну это типа демон. Вот, кстати, Облачный Странник, тоже неплохая. Это у нас, ну знаете, обезьяна. Мне она нравится тем, что она делает 4 своих копий теневых. И, то есть, довольно неплохо мы наносим урон. Ну что же, давайте, наверное, мы с вами сходим в компанию, продолжим проходить ее. И здесь у нас, приближаясь к последней крепости, вы взрываетесь в самый центр лагерной лагеря Крелнов и наносите по ним жестокий удар. Давайте попробуем. Ну, беру я по стандарту Гном, мне нужен. Также я возьму вот обезьяну. Ну, давайте возьмем падшего ангела, или как его там звать-то. Ну, в общем, падший кто-то там. Возьмем Феникса и, пожалуй, вот так. Ну что же, в принципе, я даже не сомневаюсь, что я здесь пройду, хотя мощей у меня не так уж и много. Ага. Големы. Ну, давай, 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 ребят. Давай. Можно, конечно, ускориться. Давайте ускоримся маленько. Так, здесь порвали мы их. Поехали дальше. Вторая волна у нас. Зажарим. Отлично. Так, ну что же. Вам не уйти целыми из этого лагеря. Келоски псы. Ах так. Ну-ка. Давай-ка, звездой образовщик. Вот так вот. Вампиризм. Обезьяны. Ё-моё, падшего замучили. Как они посмели, а? Блин. Плакали мои три звезды. Ай-яй-яй-яй-яй. Нежданчик, конечно, был. Но в любом случае им хана. Да, победа за нами, ребята. Но я получаю только две звезды. Это очень плохо. Так дело не пойдет. Надо будет потом переиграть обязательно. Ну, а сейчас у нас уже простые обычные бои. Здесь не такие уж и сильные враги. Так, давайте-ка мы вот так вот с вами поставим. Уберем падшего, наверное. А вот этого вот поставим. Вперед, как говорится, из песней. Да? На мировой чемпионат я не успел, ребята, записаться. Ну, да не беда. Надо пока вспоминать все, что здесь у меня происходило. А на это потребуется очень немало времени. Ну, давайте вы уже эти катапульты разбивайте. Что вы там? Замечательно. Ну, что, 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 что же тут прибежали, охламоны? Давай жарить их. Так, вампиризм пока придержим. А вот обезьянок вызовем. Побежали далее. О, 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 вышел. Давай его звездярить. Вот так вот. Равновесие. Обезьянки, вперед. Давай, 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 давай. Не сдаемся. Вампиризм. Ё-моё, кто там у меня? Ага, это маг смерти. Обалдеть. Неужели мы здесь проиграем? Гном, хорош тупить. Давай, бомби по ней. Слушайте, я бы никогда не подумал, что мы так будем жестко отгребать именно вот от нее. Ну, давай, копи энергию, копи. Я хочу звездануть хорошенько. Ну, отлично. Ну, эти катапульты, я думаю, он разберет без проблем. Вот так новости. Всю команду практически положила вот эта вот колдунья, блин, смерти. Хотя она, знаете, как вам сказать? Она наполовину маг, наполовину дамагер. Как-то вот так вот получается у нее. Но, в любом случае, результат вы видите. Ха, все персонажи у меня лежат. Только лишь гном выстоял, ну, потому что он у меня танк. Причем самый основной. Ну, давай ты разбивай уже эту катапульту. Ки-дре, а не фене. Ну, отлично. Так, ну что же. Двигаемся тогда с вами дальше. Я не знаю, потянем ли мы здесь. Будем пытаться. Я, наверное, ребята, зря, конечно, вот этого вот взял. Надо, наверное, все-таки вернуть патчу или взять валькирию. Что бы лучше бы сделать-то, а? Или же взять себе подхил. Давайте попробуем с хилкой сыграть. Правда, она слабенькая. Но лечит хорошо. Так, понеслось, что тут за ураган еще? Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Что они там себе за защиту еще ставят? Отлично. Пробили. Голем упал. Все, здесь прошли. А, нет. Еще один охламон. Ладно, двигаемся. Так, опять големы, опять эти сосунки. И жарим их. Феникс, как говорится, знает свое дело. И очень. Вот големы мощные. Мощные какие-то здесь они, а? Да звездонит его, глуши. Вот так. Все. Последняя волна. Е-мое. Вот только этого не хватало. Блин. У него такой есть удар. Вот сейчас, по-моему, он его сделает. Так, тихо, тихо. Не надо тут колдовать мне. Хилимся. Успеем ли только? Есть. Блин. Хилка у меня погибла. Ай-яй-яй-яй-яй. Опять три звезды нам не видать. Жаль. Ну что ж ты... Упала-то так не вовремя, а? Ну что, я вижу здесь у нас очередной босс. Блин. Я ведь знаю прекрасно, что он оглушает. Ладно, попробуем. Но мне бы хотелось, наверное, все-таки... Нет, ладно, попробуем именно таким составом. А-а-а, черепахи тут. Бронявые. Ладно, все суперудары, наверное, мы с вами оставим на последнего босса. Чтобы как можно больше нанести урона и победить, естественно. Так, все, здесь прошло удачно у нас. Опять черепахи. Ладно. Практически у всех все по полной заряжено. Ждем. Так, разбомбили. Так, вторую черепаху добиваем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Она спряталась, да? Не подпускает, ё-моё. Да, она когда прячется, у нее иммунитет к физ-атаке. Только лишь маги могут ее пробить. Блин, у гнома... О, у меня... Как так-то? Мы это делали раньше. Теперь моя очередь сокрушить вас. Хорошо. Давай, посмотрим. На что ты? Оу, какой он мощный! Черт, оглушил. Я так и думал, что оглушит. Оу, щет! Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай-давай-давай, держись, гномик. Ай-яй-яй. Да что ж так медленно все копится-то? Давай, глушим. Бум! Упали. Только бы не упал. Все, ребята, это уже крышка. Он сейчас всех тут у меня разберет. Я боюсь, ничего мне уже здесь не поможет. Без танка я беспомощен. Да какого лешего? Такой маленький дамаг наносим. Все. Ну давайте вампиризм попробуем. О, вампирка неплохо бомбанула. Давай-давай, Феникс. Дожарь его. Ну. Я, конечно, не спорю, что три звезды нам не светят. Но, тем не менее, мы его прошли. Фух. Сильный был гаденыш. Очень сильный. И вот последняя. Кто это такая интересная? По-моему, это магичка льда. Будет. Фух. Да. Не все так просто, как казалось бы. Интересно, а могу ли я... Что, мне тут на ящик пришло? Награда за вход. Вот. Ага, получаем. Так, а здесь у нас тоже награды. Тоже получаем. Так, что у нас? Колесо фортуны. Вращать, по-моему... Сколько у меня? Ага, не хватит. Ясно. Значит, не будем этого делать. Торговец. Да, продаем эти ненужные нам снаряжения. Это металлолом, ребята. Ну что такое? Что за потеря связи опять? Постоянные какие-то... Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Так, сколько у меня чего? 199 гемов. Ну, дикаря я не хочу брать. Ну, естественно, скины я тоже не буду брать. Так что здесь мне ничего не нужно. Здесь тоже не нужно. Так. Продать следующие предметы. Гном-воин. Это лишние пять карточек. Нет, я пока их приберегу. Вдруг мне придется его еще повышать до фиола. А тут, смотрите, ребят, ценники. Ё-моё. У меня всего лишь 6900, да? Вот этих вот гемов. А тут боксер. 24 тысячи. Разрушительница магии. Тоже 24. В общем, у всех 24 тысячи нужно вот этих гемов. Ну, и персонажи такие вроде бы нехилые. Я так понимаю, это элитные какие-нибудь. Ну, скины не нужны. Это просто заменяешь портретики своих персонажей на другие. Так, что у нас? Ну, гильдии у меня нету. Она давным-давно распалась. Так что пока я сам по себе одиночка. Также здесь есть, ребята, крестовый поход. Вот, где ты отправляешься на карту и должен пройти вот эти вот все места и дойти до главного сундучка вот этого. Так, перезапустить. На нормале, ребят, потому что хард, это сами понимаете, хард, он и в Африке хард. Тяжело там проходить. Максимум до половины могу дойти. Я и на нормале-то не справляюсь еще. Так, что тут такое? Я очень щедрый. Ага, забираем пыль. Одну всего лишь дали. Да, спасибо вам большое. От нее толку-то. Так, герои. Я никого, наверное, не смогу улучшить. Нет, я могу тех новичков своих улучшать. Но в данный момент у меня, ребята, вот такая вот идея. Я хочу гнома своего полностью повысить. Но для этого мне нужно, как видите, снаряжение его последнее воткнуть. Для этого нужна мне вот одна вот эта штука. Чтобы ее скрафтить, мне нужно 50 вот таких. А они добываются у нас вершина колстаза. Колстаза. Это вот эта фигня. То есть мне придется ее постоянно фармить. Абсолютно. Ну, видите, шиш. Не досталось. Давай еще. Это билетики, кстати, на бесплатный рейд. Так, отлично. Еще давай используем. Не достается. А так вот надо будет... А, нет. Вот ее надо будет достать. Постоянно фармить этот уровень. Потому что он только один у меня доступен. Где я могу достать вот этот вот... Как-то там свиток лунного сияния. Ох. Да. Но зато, когда я его увеличу по максималочке, это будет хорошо. Нужно будет ему 6 звезд. У меня пока 5. Я даже не могу сделать ему эволюцию, ребята. Видите? Не хватает ни шиша. Все есть. Но повысить не могу, к сожалению. Также есть тут портал в Чужеземье. Здесь у нас появляются периодически боссы. Насколько я помню, да, вот они. Ах, вот. Они увеличили немножко здесь. Так, ну я помню, что вот с этим справлялся. С Фениксом тоже. С Драконом. Вот этого не помню. Здесь еще должен быть... А, вот он и есть. Робот. Муха навозная постоянно прячется под землю, восстанавливает себе ХП. Ну, тоже у меня была на нее стратегия. Все сейчас позабыл. Надо все это вспоминать. Если вам интересно, конечно, пишите в комментариях. И будем с вами тогда дальше играть в нее. Также есть пещера-сокровищ, где мы с вами добываем ресурсы. В принципе, без всяких проблем. Здесь мы просто заказываем и в конце забираем. Да что ж с соединением-то? Я не пойму, что у нас? Связь лагает или что такое? Не было такого, ребят, давно уже. Блин, ну... Понятно. Давай, забираем все. Так, подожди. И давай, наверное, с вами сделаем бесплатно копать. Давай золотой рудник на 10 часов. И поставим, кто у меня туда пойдет. Да-да-да-да-да-да-да. Давай, идите туда и не нервируйте меня. Что-то меня вот это вот напрягает, а? В последнее время с этими соединениями. Ну что, ребят, давайте, наверное, вот как-то так мы завершим серию. Это было у меня показательно. Я просто вам хотел показать, как и обещал. Вот. Если вам понравилось, то... Пишите мне в комментариях, хотите ли вы дальше смотреть продолжение. Вот. Ну, а на этом буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока и удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»!